Итак, вы уже в Валенсии. Теперь нужно прописаться, то есть зарегистрироваться по месту жительства. Этим мы сегодня и займемся. Я покажу вам, куда нужно обращаться. Мы пройдем по нужному адресу, покажу вам здание, куда нужно заходить. Расскажу, какие документы нужно предоставить, какие есть нюансы и поделюсь лайфхаком. Как словить ситу, как говорят здесь в Испании у нас. То есть, как записаться на прием, когда так мало свободных мест. Оставайтесь со мной до конца видео, чтобы получить ответы на эти вопросы. Итак, пришло ваше время. Вы приходите по адресу для прописки, по релисту Ассофати 2. Я оставлю ссылку на Google Map в описании к этому видео. И становитесь в очередь. Заходить в здание сразу нельзя. Вас пригласят. Вас могут попросить подтверждение вашей записи. Что можно показать? Либо просто смс, который вам придет на телефон во время регистрации, как напоминание перед записью. Либо же вы можете во время регистрации распечатать это подтверждение, которое вы увидите на экране своего компьютера, либо телефона, смотря откуда вы регистрировались. Какие документы нужно предоставить, чтобы прописаться в Валенсии? Давайте разберем два случая. Когда вы владелец и когда вы арендуете недвижимость. В первом случае, если вы владелец недвижимости, вы просто предоставляете паспорт, либо другой документ, который идентифицирует вашу личность. Например, ID-карта Испании, либо другой европейской страны. И для подтверждения права собственности предоставляете либо эскритуру, либо нота симпли. Если вы не знаете, что это, вы можете найти ответ на этот вопрос в описании к этому видео. Если же вы арендатор, вам нужно предоставить договор аренды и то же самое документ, который подтверждает вашу личность. Либо паспорт, либо ID-карту. Что важно? В любом случае, вам нужно предоставлять как оригиналы, так и ксерокопии. Сразу подготовьте. Если у вас не будет ксерокопии, вас могут отправить в освоясь. Придется заново брать запись и ожидать длительное время для приема. Итак, переходим к практике. Нам нужно перейти на сайт администрации и проверить, есть ли доступные места на нужное нам время. Или, в принципе, любое другое время. Переходим к делу. Переходим по ссылке, которую вы видите в описании к этому видео. В правом углу вы можете выбрать нужный вам язык. Возможность есть выбрать из двух языков. Либо валенсиано, либо испанский, то есть костояно. Оставим более привычный для нас вариант. Традиционный испанский костояно. Заполняем первый пункт. Сервисио. Нам нужно выбрать падрон. Падрон по-испански – это прописка. В большинстве случаев вам потребуется падрон остатий. То есть это центральное отделение, где вы можете получить прописку в любом районе. Выбираем его. Центро. Здесь один вариант. Выбираем один. И видим, что no existes sitas previas, libres para este servicio. То есть значит, что сейчас нет доступных окошек, в которые вас могли бы принять. Нужно, как говорят в Испании, ловить sito. Sito по-испански – это запись на прием. Этим мы и будем заниматься. Как отслеживать sito, я расскажу буквально через несколько минут. Раз уж мы на этой странице, давайте посмотрим, как же нам действовать, когда все-таки будет возможность у нас поймать sito. Далее пункт идет. Выбрали бы дату. Если бы она была доступна, она бы горела черным. Но сейчас все даты красные. Время выбрали бы. Номбры – вводим ваше имя на латинице, так как в паспорте. А по идос – вводим вашу фамилию, опять же, так как в паспорте. Тип документа – ниф или дние, если у вас уже есть. Если у вас их нет, вы не знаете, что это, не стоит их искать. Просто введите номер паспорта в этом случае. Здесь выбрали паспорт и снизу ввели непосредственно номер. Далее пункт «Телефон и имейл». Обязательно вводим тот номер телефона, который действительно вам принадлежит и куда вы можете получить уведомление. Не придумываем никакой телефон для заполнения этого поля. Это уведомление вам придет с подтверждением, что у вас на какое-то время назначена встреча, назначен прием. Это же смс потом могут попросить показать сотрудники. Далее имейл. Тоже вводим, проверяем внимательно тот имейл, куда придет подтверждение. Делюсь с вами лайфхаком, как быстрее поймать ситу, то есть как найти свободное место для записи на прием, для получения прописки. Открываем Telegram, находим аккаунт. Я вам прилагаю его в описании к этому видео. Называется он IUN for, нижнее подчеркивание, bot. Что в этом случае вам нужно сделать? Вам нужно будет выбрать соответствующий город и подписаться на этого бота. После этого вы увидите вот такие уведомления. Как работает этот бот? Как только появляется свободное окошко на сайте, он ловит эту информацию и передает своим подписчикам. Что вам нужно сделать? Так как только вы увидели, например, что сейчас у нас 30 апреля, мы видим, что вчера была сита на 3 мая, то есть совсем близко. Ранее были на 23 число и так далее. Они будут идти не по принципу, что ближе, а то окошко, которое освобождается, например, человек ранее записывался, но отменил свою запись по определенным причинам. Как только окошко освободилось, он уведомит. Иногда такое бывает, что сита выпадает буквально на тот же день или на следующий. В какое время лучше смотреть? В принципе, уведомления могут прийти в любое время, но если проследить историю, мы видим, что чаще всего приходят в 8 утра, с 8 до 9, я бы сказала, видим 8.35, 8.42, 9.10, 9.51 и так далее. Иногда появляются дни, и очень часто я видела ночью. Например, вот была близкая запись совсем, появилась она практически в час ночи. Если вы включите уведомления звуковые, когда оно пиликнет, сразу переходим и начинаем регистрироваться. Вы увидите ту ссылку, которая была у меня только что на экране. Просто быстро заполняете все данные, можете даже потренироваться, чтобы у вас под рукой был и номер документа, вся необходимая информация. Очень быстро заполняем, и все, у вас есть шанс в ту же минутку получить долгожданную запись на прием. Я надеюсь, у вас все получится. Давайте поговорим о том, что делать дальше. Вы получили уже долгожданную запись и отправляетесь непосредственно для получения сертификата о прописке. Немножко поговорим про этот процесс. Первый вопрос, который я чаще всего слышу, можно ли это сделать самостоятельно, если вы не говорите по-испански? Да, в принципе, можно, ничего суперсложного там нет. Но если вдруг вы хотите себя чувствовать увереннее или просто хотите отправиться для получения прописки в хорошей компании с нашим административным помощником, у нас есть такая услуга. Сейчас не буду ее рекламировать, вы можете прочитать о ней также в описании к этому видео. Так, как все-таки действовать самостоятельно? Вы пришли в назначенное время по адресу, который вы видите сейчас на экране и также он есть в описании к видео, и становитесь в очередь. Не заходите в само здание, вам просто не позволят это сделать, вас попросят выйти. У входа дежурят несколько сотрудников, которые подходят ко всем в очереди и спрашивают, на какое время у них запись. Если вы не знаете испанского языка, ничего страшного в этом нет. Просто берете мобильный телефон, показываете смс-ку, либо открываете имейл, куда вам пришло уведомление. Сотрудник все поймет. Далее вам покажут, что ваша очередь заходить. Заходите, при входе будет стандартная проверка безопасности с металлоискателем. Вы дадите сумку на проверку, в отдельные коробочки положите свой мобильный телефон и документы, которые у вас с собой. Когда будете проходить через вход, если у вас электронные часы, то закройте их рукой, чтобы они не пикали. Проходите, далее по правую руку будет стол, к нему подходите и говорите свое имя, фамилию и, опять же, время, на которое у вас назначено, либо просто можете показать свой телефон. Сотрудник проверяет вас в своем списке и показывает вам на аппарат, который стоит за ней, для получения талончика. На этом талончике будет указан ваш номер и номер стола, к которому вам нужно подойти. Сверху вы увидите экран, который показывает течение очереди. Подходите к столу, предъявляем сотруднику ваши документы, которые вы подготовили ранее, обязательно копии и оригиналы. Помним, да, что это у нас документ, который подтверждает личность, и для собственников это NotoSimple, а для арендаторов это договор на аренду. Обратите внимание, что если ваш договор подписан с компанией, которая сдает недвижимость в аренду, в Валенсии таких очень много, это инвесторские группы. Если у вас в контракте указано, что владелец недвижимости не частное лицо компании, в этом случае на договоре обязательно должны быть штампы. Если вдруг компания вам не поставила, попросите это сделать перед тем, как вы пойдете на прописку. Итак, отдали все документы, сотрудник начинает проверять договор. Читает что-то, подчеркивает, вы в это время ожидаете. Далее сотрудник может задать вам несколько простых вопросов. Например, первая ли это ваша прописка в Валенсии, или это уже вторая, с какой целью вы прописываете, с каких-то обычных вопросов, ничего страшного и сложного там нет. Далее он даст вам план, на котором нужно подписаться. Это факт того, что вы уже зарегистрированы в системе, по факту вы уже прописаны, у вас есть регистрация. Сертификат выдавать сотруднику не обязательно. То есть априори он может вам его не дать. Сотрудник спросит, вы хотите получить сертификат в прописке или нет. И если это так, сказать для какой цели. Например, для предоставления в банк, или для школы, или для какой-то другой цели. Если вы не знаете, как правильно сказать эту фразу, куда вам требуется сертификат, напишите на русском языке в комментариях, я помогу вам с переводом. После того, как вы получили сертификат, не забудьте поблагодарить сотрудника словом «Гравиас», улыбнуться, и вы можете отправляться далее по своим делам. И напомню, что если вам требуется любая административная, выдавая или бизнес-помощь в Валенте, вы можете обращаться к нам. Возможно, некоторые из наших услуг подойдут именно для вашей ситуации. Вы можете обратиться к нам как онлайн, так и прийти к нам, познакомиться лично в офис, обсудим все ваши вопросы и постараемся найти на них решение. Спасибо, что были с нами. Подпишитесь на канал, если вы хотите получать другие полезные видео о жизни Валенсии.